Здравствуйте! Прямо в эфире программа события новости большого города на Средней Волге. Где вам готовы рассказать наши журналисты. И я, Инга Пеннер, главная тема выпуска. Самарский Моресев сноубордист на протезе стал серебряным призером чемпионата России. Спасение 90-летнего ветерана, пока специалисты выясняют, как вернуть в дом газ, женщину отправят в санаторий. Максимально прозрачная процедура. В Самаре распределили места в детские сады. Информирован, значит вооружен. Расскажем о том, как важно не игнорировать диспансеризацию. Ученые по Волжье объединяются. Самарские вузы подписали соглашение с ульяновскими и пензенскими. Повесть о настоящем человеке. Сергей Новиков – первый самарский парасноубордист. Это зимой он впервые встал на доску, мечтал об этом многие годы. И меньше чем через месяц появились первые результаты. Сразу два серебра на Кубке России. Секрет успеха у спортсмена узнала Мария Левина. Он не летчик, но тоже летает. На снежных склонах. Сергей Новиков стал инвалидом в 15 лет. Но тот, кто хоть раз видел, как мастерский мужчина съезжает на борде с вершины горы, назвать его человеком с ограниченными возможностями не сможет. Сноуборд требует уверенного владения своим телом. С ним и здоровый человек не всегда сможет совладать. А Сергей Новиков освоил сноуборд всего за месяц. В начале января он впервые встал на доску. И вот уже взял серебро на чемпионате России. На этих кадрах вторая тренировка спортсмена. Инвалидность никогда не была преградой для Сергея. Он много лет занимался в тренажерном зале. И даже работал тренером. И все эти годы с тоской наблюдал, как вся его семья катается на горных лыжах, оставаясь у подножия горы. Решение заняться сноубордом пришло внезапно. Теоретических знаний на тот момент у Сергея было достаточно. Адреналин, экстаз вообще здорово. Я, с одной стороны, даже не ожидал, что у меня так получится. А потом, когда я анализировал, смотрел, у меня из-за того, что больше 30 лет на протезе хожу, судя по всему, выработалось достаточно хорошее чувство равновесия. И оно, получается, мне здесь очень сильно помогает. На Кубке России Сергей Новиков взял сразу два серебра. Состязания проходили по нескольким категориям. Саморский спортсмен боролся за победу в номинации для людей с ампутациями. Это самая сложная группа. В подготовке подошел ответственно. Занимался каждый вечер минимум по два часа с тренером. Сейчас Сергей говорит, пришел к главной победе своей жизни – над самим собой. Мы все соревнуемся. Мы соревнуемся не с теми, кто ездит на горе, на соревнованиях вместе с нами. Мы соревнуемся с нашими двумя главными соперниками. Первый – это лень, и второй – это наши страхи. Если мы их победим, то мы выиграем. После успеха на соревнованиях Сергей Новиков получил звание кандидата в мастера спорта. Впереди у него второй этап Кубка России и чемпионат Европы. Тренер спортсмена уверен, победа будет за ними. Победа в Кубке России, первая победа, она разрезала этот первый круг непонимания. И первый круг, знаете, такой закольцовки юридической. Теперь нас федеральные коллеги приняли, региональные нас тоже теперь принимают. Мы будем создавать свою сборную Самарской области по параллельмическому сноуборде. Следующие сборы у самарского парусного бордиста уже в марте. На этот раз он поедет в Ижевск. А пока Сергей Новиков уже успел покорить пользователей соцсетей. Они увидели ролики с его тренировками на горе и прозвали мужчину «самарским киборгом». Мария Левина, Константин Головин. События. Не помыться, не поесть. Несколько квартир по адресу Балаковская, 18А в Самаре остались без газа. Причина – неисправный дымоход. Со своей проблемой жители обратились к властям и общественникам. Кто виноват и что делать, выясняла Мария Елчан. Жители пяти квартир дома по улице Балаковская, 18А бьют тревогу. У них нет газа. Его отключили из-за неисправного дымохода. Теперь им приходится спасаться электрическими плитами и водонагревателями. Здесь установлены двухтарифные счетчики. Поэтому, чтобы сэкономить, жители готовят ночью. В одной из квартир живет 90-летняя участница Великой Отечественной войны Анастасия Андреевна Румянцева. Она – труженик тыла. Семью у женщины нет. Сейчас за ветераном присматривают соцработники и знакомые. В первые дни я вообще растерялась. Не знаю, что мне. Ну, что без газа. Вода не согреть. Ни чай не согреть. У меня ни чайника еще не было. И плитки не было электрической. Обеспокоились состоянием ветерана городские власти. На время решения проблемы с газом Анастасию Андреевну отправят в санаторий. Там о женщине позаботится и подлечит. Для нее уже подготовили отдельную комнату. Ну и, конечно, окажем материальную помощь, так как затраты на электричество возросли. И возместим все затраты, которые понесла Анастасия Андреевна за тот период, в который она живет без газа. Проблема – это не одного дня. Жители неоднократно обращались к газовикам и в управляющую компанию. Те, в свою очередь, чтобы оправдать свое бездействие, на протяжении нескольких месяцев твердили, что решить проблему пока невозможно. Газ перекрыли после того, как дымоход обследовала одна коммерческая организация, которую наняли в управляющей компании. СВГК сослались на эту организацию. Государственная жилищная инспекция не посчитала нужным выехать и сделать свои замеры, сделать свое обследование. И тоже сослалось. Очень удобно найти того, кто принял решение за них, и они отключили. Не как отремонтировать, а как отключить и сидеть, думать дальше. Дом 79-го года постройки. По словам коммунальщиков, дымоход изначально был бракованный. Исправить ситуацию составит немало труда. Для начала нужно заняться проектированием дымохода и вентиляционных каналов. Там есть сложности выведения дымохода и вентканала через кровельное перекрытие, через плиты основания. Так как дымоход выходит на технический этаж, и сверху на него соприкасаются несущие балки на этом дымоходе. Поэтому просто так сверлить или пробить отверстие и вывести дымоход не имеется быть возможным. Приехала аварийная служба, вызывали жильцы, то есть отсутствует тяга. При отсутствии тяги газоиспрощая оборона должна быть отключена до момента восстановления тяги. То бишь, после того, как нам специализированной организацией будет представлены акты о пригодности к дальнейшей эксплуатации этих каналов, и, соответственно, только после этого мы пустим газ. Найти выход из сложившейся ситуации стало возможно только с привлечения властей и общественников. Глава советского района Самары Вадим Бородин рассказал жителям, что администрация уже обратилась в надзорные органы. Власти будут добиваться, чтобы жителям восстановили дымоход и включили газоснабжение. Мэри Елчан, Василий Кладашов, События. Сегодня в Самаре прошло распределение свободных мест в детские сады. Родители смогут узнать результаты уже в самое ближайшее время. Анатолий Головко увидел, как проходит процедура. Более 660 детей пойдут в детские сады в ближайшее время. Распределение мест в дошкольные учреждения происходит автоматически. В специальной программе находятся данные детей и их порядковые номера. Каждое вакантное место сразу предлагают родителям, чьи дети еще не ходят в сад. Процедура максимально прозрачная. За ней наблюдают сотрудники прокуратуры, представители общественности, дошкольных учреждений, родители и депутаты. Сейчас все дети программы будут распределены по тем детским садам, куда они хотели бы попасть. И программа пришлет нам списки этих детей. Мы их уже конкретно часа через два, я надеюсь, увидим. И начнется обзвон тех счастливых родителей, которые сегодня в преддверии Дня всех влюбленных получили то счастье, свободное место для своего воспитанника. В Самаре высока потребность на ясельные места и в группы для детей от 3 до 4 лет. Сегодня устроили 192 ребенка в возрасте от года до 3. По словам сотрудников департамента, в ближайшее время откроется детский сад на Алма-Атинской. Родители уже могут подавать документы на зачисление в этот детсад, а также во второй корпус детсада номер 4 в Волгаре. В этих дошкольных учреждениях есть свободные места в яслях. Тенденция хорошая, ежедневно у нас встает на очередь. Вот мы сделали срез, и за один день прошлой недели 50 детей только встали в очередь ясельного возраста. Что самое главное, срождаются дети. И это очень хорошо. 14 февраля в Самаре пройдет дополнительное распределение. За это время сотрудники профильного департамента планируют создать еще несколько десятков свободных мест в ясельных группах. Родители могут встать в очередь через МФЦ или на портале госуслуг. Анатолий Головко, Сергей Баскин, События. Вдвое больше сердечно-сосудистых заболеваний диагностировали в Самарской области. Специалисты это связывают не с тем, что болеть стали больше, а с тем, что диагностика сегодня лучше, чем когда-либо. Благодаря диспансеризации диагнозы ставят уже на ранних стадиях, быстрее начинают лечение и спасают жизни. Мария Левина отправилась в 4-ю городскую больницу и увидела, как проходит медицинское обследование. В среднем около 40 человек в день открывают дверь в здоровую жизнь. Именно столько людей ежедневно проходят диспансеризацию. А именно ранняя диагностика – залог успешного лечения. Медосмотр проводят в день обращения. Работающие могут прийти на обследование в субботу. Валерию Мансурову исполнилось 50 лет, и жена отправила его обследоваться. Мужчина решил не ждать выходных, пришел, заполнил анкету по состоянию своего здоровья, сдал анализы и прошел прием врачей. Говорит, несмотря на разгар трудового дня, сложности у него не возникло. Ну, поработать мы всегда успеем, а здоровье-то одно нас. Диспансеризация стала доступнее. Без дополнительных направлений можно пройти сразу несколько специалистов, говорит Вера Коробейникова. Сейчас женщине 80 лет. Она следит за своим здоровьем и регулярно посещает врача. Пять лет назад у нее обнаружили заболевание. Благодаря ранней диагностике удалось вовремя сделать операцию. Диспансеризация – это ответственный. Она как начинает, давайте вот это, давайте это. Ты ее здесь, ее просить не надо. Она тебе сразу скажет, вот это надо. На что еще жаловать? Давайте обследуем. Давайте вот это доведем до конца. Вот это, конечно, больше вот таких профилактических диспансеризаций, где можно распознать первоначальные заболевания. И в частности диспансеризация – это направлено на раннее выявление онкологии и других заболеваний. А это все как раз национальный проект здравоохранения по снижению смертности от онкологических заболеваний, от болезней системы кровообращения. То есть мы нацелены на эту программу. И как можно больше пациентов мы обязательно направляем в отделение профилактики. В 2019 году диспансеризацию прошли почти полтора миллиона самарцев. На важность профилактической работы обратил внимание глава региона Дмитрий Азаров в послании депутатам и жителям региона. Благодаря этим мерам в 2019 году диспансеризацию прошли 1 миллион 433 тысячи человек. Есть результат. За 11 месяцев в ходе диспансеризации злокачественных новообразований выявлено на 19,3% больше, чем в 2018 году. Сердечно-сосудистых болезней почти вдвое больше. Что это значит? Что медики получают шанс спасти жизнь этого человека. Пройти медицинский осмотр может каждый житель региона один раз в год. Мария Левина, Николай Сидоров, События. Представители Самарского научно-образовательного центра инженерия будущего подписали соглашение о сотрудничестве с вузами из Ульяновской и Пензенской областей. Договор позволит партнерам обмениваться опытом и участвовать в разработке новых научных проектов. Анатолий Головко знает подробности. В Пензенской области производят сердечные клапаны, ничуть не уступающие западным аналогам. Самара может поделиться с соседями опытом по подготовке высококвалифицированных специалистов, поэтому обе стороны заинтересованы в сотрудничестве. На сегодняшний день очень важна сбалансированность. Сбалансированность подготовки кадров, которые бы соответствовали развитию местного рынка труда. Понимаете, общение межуниверситетское, передача некого опыта друг к другу. В сотрудничестве с НОЦ «Инженерия будущего» заинтересованы Ульяновский государственный технический университет. Там занимаются развитием авиастроительной отрасли, IT-технологиями и информационной безопасностью. Представители Ульяновского политеха уверены, работа с вузами из других регионов поможет им усовершенствовать процессы по подготовке кадров. Я уверен, что те компетенции, которые есть в Ульяновском государственном техническом университете, они помогут в реализации тех проектов, которые предполагаются. Научно-образовательный центр в Самарской области учредили в 2019 году. В консорциум «Инженерия будущего» входят ведущие вузы страны, в том числе Петербургский политех. Сотрудники центра занимаются разработкой новых аэрокосмических систем и медицинских технологий. Основная задача Самарского НОЦа – войти в пятерку федеральных центров и получить статус мирового уровня. Об этом в своем послании говорил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Очень рассчитываю на ваше действенное участие в продвижении на федеральный и мировой уровень нашего региона, нашего научно-образовательного центра, созданного в 2019 году. Этот проект на десятилетия. Это ваш шанс оставить в истории Самарской области такой же яркий след, как оставили руководители, передавшие вам эстафету. По словам ректора СамГТУ Дмитрия Быкова, сотрудничество между вузами должно стать полноценным. Для этого в Самарском научно-образовательном центре создали все необходимые условия. Мы стали привлекательны, как центр какой-то активности, который уже сейчас распространяется не только на Самарский регион, но уже и на соседние регионы. И это действительно правильно. Нам нужно взаимодействовать активно. И это такие должны быть устоявшиеся экономические связи, географические связи, уже имеющие определенные исторические, пожалуй, корни. Чтобы получить статус НОЦ мирового уровня, сотрудники Самарского центра регулярно проводят проектные сессии с участием авторитетных экспертов, представителями бизнес-сообщества и молодыми учеными. Программу регионального НОЦ формируют ректоры вузов, которые состоят в консорциуме. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События. Они помогают улучшить экологию региона. В Самарской области аккредитацию Министерства лесного хозяйства получили 169 общественных инспекторов. Нервонадушные жители сообщают о незаконных свалках, фактах загрязнения рек и озер, а также следя за состоянием воздуха. Итоги работы инспекторов за год обсудили в общественной палате Самарской области. С какими предложениями вышли активисты, расскажет Лариса Шалафаст. Незаконные свалки, загрязнение воздуха и рек на контроле. Следить за экологической обстановкой в регионе государственным инспекторам помогают добровольцы-общественники. Сейчас их 169 человек. За 2019 год они выявили порядка 300 нарушений. Это и сброс отходов с машин, это и загрязнение почвы, водоемов, и рубка леса. В общем, тут направлений очень много. Мы расширили охват территории, которая подконтрольна нам. Кроме того, бывают такие ситуации, когда есть жалобы. Общественность как раз и работает в этом направлении, объективно оценивая ситуацию. Поэтому мы заинтересованы в таких неравнодушных гражданах. На заседании комиссии в общественной палате добровольцы рассказали о сложностях, которые возникают при работе. Не всегда общественным инспекторам своевременно сообщают о проведении рейдов Росприроднадзора и прокуратуры. Поэтому они не могут принять в них участие. Сложности и с оперативным получением результатов мониторинга от лабораторий. Вопрос о доступе к информации, о том, чтобы получать вот такую объективную информацию о состоянии окружающей среды, о деятельности тех, кто влияет на состояние окружающей среды, оперативно и в нужных для этого размерах. Задача общественных инспекторов – получать больше информации для того, чтобы проводить аналитику, выявлять это нарушение в процессе аналитики, ну и обращаться в соответствующие органы за их реакцией. В ближайшее время комиссия по охране окружающей среды планирует обсудить вопросы поддержки некоммерческих организаций экологической направленности, а также результаты мониторинга состояния воздуха в регионе и результаты работы регионального оператора по вывозу мусора. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. Классика жанра. Задержаны цыганки, которые проникли в квартиру к 40-летней жительнице Самары и украли у нее крупную сумму денег и украшения. Пострадавшая обратилась в полицию. Она рассказала, что пригласила к себе в гости цыганку, с которой ранее познакомилась в поезде. Знакомая пришла с подругой. Они заявили, что помогут решить личные проблемы хозяйки квартиры с помощью магического обряда. Та отдала гостям золото и деньги, после чего ценности завернули в простыню и убрали в шкаф. Закончив манипуляции, гости покинули квартиру. Ни денег, ни украшений в шкафу не оказалось. Полицейские направили ориентировки с описанием женщин. Всем оперативным службам был установлен автомобиль, на котором те передвигались, а вместе с ним и личность преступниц. Обе женщины были задержаны по месту проживания в Кузнецке. Они во всем признались и рассказали, что поделили украшения поровну, а деньги потратили. Она сама все дала, она сама все это и сделала. Она сама, эта женщина, она спросила. Мы нахально не пошли, а мы ее по дороге не нашли, а мы в дом нахально не зашли. Она сама нас позвала. Если бы не позвала бы, а мы даже не поехали, у нас даже и в голову этого не было. Я думала, что она нам не позвонит уже. И вообще я забыла про нее, что я даже и номер ей дала. Мы все бедные живем, а мы сидим тихо, спокойно, никого, ничего не делаем, не воруем, ничего не делаем. Данные гражданки вину в совершенном преступлении признали полностью. Часть похищенного имущества была изъята и возвращена потерпевшим. Сейчас в отношении подозреваемых избрана мера пресечения. В виде заключения под стражу возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Им грозит до пяти лет лишения свободы. Далее, коротко о других событиях дня. В Самаре на острове Проран загорелось судно на воздушной подушке. ЧП произошло из-за неисправного моторного отсека судно «Хивус-1», которое шло из Самары в Рождественно. По прибытию на остановку на левом берегу Волги во время посадки пассажиров капитан судна заметил задымление одного из моторных отсеков. В момент возгорания на судне было пять пассажиров. Капитан судна потушил пожар, пострадавших нет. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводов. В Самаре похититель угнал авто на глазах у хозяина. По горячим следам его задержали. Угонщиком оказался 39-летний ранее судимый мужчина. В полицию обратился пострадавший. Он рассказал, что чистил парковочное место в дворе дома 64 по улице Фадеева. Машина была заведена. В этот момент неизвестный сел за руль авто и уехал. 64-летний пенсионер не успел его догнать. Вскоре полицейские заметили в одном из дворов угнанный автомобиль и задержали его водителя. Экспертиза показала, что мужчина был пьян. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В Самарской области жители Кошкинского района получат деньги за свиней, которые оказались заражены вирусом африканской чумы и уничтожены. Для выплаты компенсации с бюджета 63-го региона выделят около полутора миллионов рублей. Средства планируется распределить между 28 жителями в зависимости от понесенного ущерба. Напомним, в лесу на территории охотничьего хозяйства района были обнаружены три павших кабана. Экспертиза показала, что они были больны африканской чумой. Несмотря на то, что кабаны находились на большом удалении от села, в избежание заражения было принято решение уничтожить домашних свиней. Мужчина, похитивший инвалида, получил шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима. Такое решение принял автозаводский суд Тольятти. Он рассмотрел уголовное дело двух жителей Чапаевска, которых обвиняли в похищении человека. Злоумышленники выследили инвалида, у которого не было обеих ног. Угрожая расправой, они насильно усадили его в автомобиль и увезли в Чапаевск, где планировали заставить тольяттинца работать попрошайкой. Во время следствия один из подозреваемых умер, второй отправился за решетку. Самарский театр оперы и балета выступит на сцене МХАТ. В Москве с 22 по 29 февраля пройдет фестиваль будущего театра. Самарский коллектив представит спектакль «Три маски короля». Всего же в программу фестиваля вошли 10 спектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Самары и других городов России. Задача фестиваля – продемонстрировать новейшие технологии современного театра. Новокубышевская «Нова» уверенно чувствует себя в чемпионате страны по волейболу. Она победила во второй раз подряд. Домашний матч прошел в МТЛ-арене против команды «Газпром-Югра». Как это было, расскажет Сергей Кизеркин. Новокубышевская «Нова» в МТЛ-арене принимала «Югру» из Сургута. Для обеих команд матч имел принципиальное значение. Борьба внизу турнирной таблицы Суперлиги обострилась. При удачном стечении обстоятельств «Нова» может из аутсайдера превратиться в претендента на плей-офф. И чтобы это произошло, им нужна была только победа. Тем не менее, первую партию «Нова» чуть не проиграла. До сетбола первой добралась «Югра» 24-22. Однако волжане смогли вырвать победу 26-24. Герой последней атаки Андрей Титич. Все на самом деле просто за счет родных стен, за счет того, что парни стали верить в себя. В друг друга мы всегда верили, но всегда, знаете, как не верили, наверное, больше надеялись. А сейчас каждый поверил, что он сам может. Посмотрите, у нас нету и откровенному, я так считаю, лидера какого-то. У нас все ребята, и Денис, и диагонально сегодня изумительно сыграли. Вторую партию «Нова» начала в роли лидера 6-3, но уже на экваторе гости сравняли счет 15-15 и спокойно довели сет до победы 25-21, не позволив новокубышевцам совершить очередной камбэк. Ключевой была первая партия, должны были завершать ее в нашу пользу. Сами упустили победу в первой партии, дальше завязали сравную игру. Повторился сценарий игры и в третьей партии. «Нова» ведет в счете, затем сдает позиции. Соперник наоборот, выстроил железную игровую дисциплину, в итоге стремительный финиш и победа «Югры» 25-18. Не всегда получается выдержать концентрацию в той партии. Где-то есть перепады, где-то команда «Сургута» сыграла лучше в подаче в этих партиях. Совсем по-другому сложилась четвертая партия, хотя начиналась как обычно. «Нова» вела в счете, но отдавать сет уже не собиралась. Поймая в кураж, вырвала такую необходимую победу 25-18. Счет в партиях сравнялся 2-2. Потери концентрации, скорее всего, в общем, объяснений нет. Концентрацию потеряли, а пацаны «Нова» нет. И вот у нас прихлопнули. В решающей партии «Нова» не сбавила оборотов. Более того, у Васильева и Титичева полетела подача. Шансов у гостей практически не было. Победную точку в матче поставил Васильев 15-19. «Нова» выиграла дома второй раз подряд и теперь отстает от зоны плей-офф на две победы. Лидер волейбольной суперлиги «Новосибирский локомотив». Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на YouTube превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Саморогист» на нашем сайте, в его мобильной версии, а также на YouTube. Удачи вам. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!